добрый день уважаемые зрители я приветствую вас на занятиях по освоению навыков обучения меня зовут мадина белялова и я сегодня вам расскажу о невероятном способе запоминать много информации согласитесь что у взрослых периодически память подводит мы иногда не можем вспомнить с вами какое-то название улицы или место а иногда мы не помним с вами номер телефона близкого друга или даже члена семьи о чем это говорит это это не говорит о том что что-то совсем плохо с вашей памяти это говорит о том что огромный объем информации падает нам на голову каждый день не только нам но и нашим детям согласитесь что семь-восемь уроков в день это невероятный объем информации добавьте сюда еще информацию которую дети получают из социальных сетей и вот тогда у нас с вами появляется вот этот вот странный момент когда мы не помним что-то важное и знаете почему по большому счету герман и бенгаус объяснил это вот таким вот интересным графиком экспонента это называется кривая забывание мы с вами однозначно забудем что-то очень важное знаете почему потому что если посмотреть на время и на объем информации которую мы с вами получаем сто процентов мы помним всего лишь в течение 20 минут то есть пока информация дается во время урока ребенок это еще помнит на сто процентов но стоит ему выйти за дверь класса запоминание эффект запоминания начинает стремительно падать и посмотрите что происходит что практически через два дня мы теряем с вами более 50 процентов информации которую мы получили а через месяц ну буквально 20 процентов представляете если вот это кривая запоминание не будет изменена не будет дополнена какими-то инструментами которые помогут нашим детям готовиться к экзаменам то есть представляете материал который ребенок изучал в начале учебного года сто процентов будет забыт если мы не добавляем определенные инструменты по запоминанию и школа в этом плане действительно помогает нашим детям слой за слоем закреплять и запоминать определенные вещи но нам с вами уважаемые взрослые уважаемые родители надо тоже приложить усилия я бы так сказала поучаствовать в этом процессе и объяснить детям что это нормально когда периодически в школе проходят тестирование какие-то срезы когда детям действительно предлагают в начале учебного года пройти какой-то тест которую может показать объем знаний с которыми они пришли после летних каникул но здесь мне кажется очень важно показать что учеба это не обязательно сложный невероятно тяжелый и неинтересный процесс обучение если мы добавим с вами инструменты запоминания может стать очень увлекательным процессом и чем раньше мы с вами научимся это делать и наших детей тем увлекательнее будет процесс в первую очередь научите своих детей читать с карандашом отмечая важные вещи ставя какие-то акценты что обязательно важно запомнить или обратить на это внимание и еще если мы предложим нашим детям в течение дня повторить материал который он получил сегодня не откладывая на день или на два то процент запоминаемости начинает отсюда значительно увеличиваться то есть если мы предложим ребенку прямо после уроков повторить а еще потом через два дня просто посмотреть на тот материал который он изучал не углубляясь а всего лишь таким поверхностным взглядом то через месяц знания полученные сто процентов будут чуть больше больше 50 процентов объясните это ребенку знаете почему сопротивление создается потому что никто не уделяет этому моменту времени никто не объясняет что нужен переходный момент который позволит увеличить объем запоминания этого материала который мы получаем жизнь еще очень классно если к запоминанию вы добавите инструмент ассоциации особенно если это касается запоминание слов каждое слово имеет определенную ассоциацию на каким-то образом у нас в голове с вами откликается так можно применять метод ассоциации для запоминания номеров телефонов например или какого-то достаточно большого объема информации как только вы к слову или к термину привяжите ассоциацию что это похоже на я таким образом выучила наизусть номера телефонов всех членов семьи знаете очень полезно ты начистое прикрываешь глаза и ассоциативно создаешь картинку тех цифр которые есть в номере телефона вашего ребенка точно так же я научила своих детей запоминать большие цифры номера телефонов ну и соответственно это очень сильно повлияло на качество запоминания материала в школе самое простое делать заметки отмечать в тексте важные моменты и создавать ассоциации кстати ассоциации на самом деле очень интересная увлекательная игра если ее вечером обсуждать вместе с детьми но для этого уважаемые родители в вашем плане обязательно должно быть маленькое время которое вы подписали как время с детьми попробуйте пожалуйста объяснить этот цикл предложить детям хотя бы два инструмента по запоминанию и попробуйте периодически учитывая все цифры напоминать об этих инструментах вы увидите даже эти два уже будут очень полезны обязательно поделитесь с нами как у вас получается запоминать большой объем информации о том как дальше развивать навык учиться мы будем говорить следующих уроков с вами была мадина белялова обязательно увидимся субтитры сделал DimaTorzok